Девочки, мальчики, всем привет! Штаны те же, футболка другая. Нашла такую более приличную сумку. Идём с бусиком гулять. Это Стив Маддисон. Меня спрашивали про это средство от боли в спине. Ну, как мне объяснили. Слушайте, что-то мутная картинка. Наверное, камеру нужно протереть. Всё равно мутноватая картинка. Может быть, это от того, что я мясо жарила. В общем, что это за средство? Выйдем на улицу, посмотрим. Имеется в виду, не средство, а картинку. Какая будет картинка. Натереть имбирь, перемешать с куркумой и втирать в спину. Вот где у вас болит, где у вас боль, и втирать в спину. Но предупреждаю, что куркума пачкается. Поэтому этот компресс в любом случае нужно обмотать. Вот я не знаю, оно будет щипать или греть. Я не пробовала. Вот то, что мне сказали, я передаю. Я просто увидела это в комментах и решила как бы здесь озвучить, чтобы потом не забыть. Всем спасибо, кстати, за ваши комментарии. Надеюсь, у вас всё хорошо. Пойдём погуляем. Да, кстати, сейчас такая ситуация, что на YouTube можно говорить вот только об этом. Готовка, какие-то компрессы, цветочки, всё остальное. Какая-либо твоя политическая позиция должна идти, ну, куда-то туда, знаете, в воздух. И там растворяться. Потому что иначе могут быть неприятные последствия. Вы же знаете, что сегодня арестовали этого мальчика 21 года, который якобы слил информацию из Пентагона. Много версий, конечно. Ну, мальчика заочно жар, конечно. Вылип он основательно, мне так кажется. Но об этом говорить нельзя. Смотрите-ка, у меня всё сюда поместилось. Салфетка. Это пугач полицейский, да, в случае нападения. Это очень сильный такой звук, издаёт наушники. И средство защиты от собак там лежит, уже не буду доставать. И сюда ещё поместятся ключи. И очень оно, по-моему, гармонирует с этой сумочкой для телефона. Ну, хочется что-то менять. Кстати, у меня ещё вот эта вот новая сумочка для пакетиков беленькая. Я думаю, что я ту старую поменяю сейчас. Сейчас пакетики есть там и там. Смотрите-ка, здесь вот обгородили место, видите? Здесь будет установлен такой бак большой. Привезут, ну, контейнер, чтобы туда скидывать габаритный мусор. Как-то у меня про мусор второй день подряд получается. Так. Думаю, куда бы нам пойти. Чтоб не очень жарко было. Гусянька, пойдём сюда? Мужичонка вон пьяный пошёл. К бусику прицепился. А сам такой пьяненький, с водичкой идёт. Морда красная. На буфе говорит, гуд бой, гуд бой. Ой, я не могу по такой жаре пить. Небезопасно. Ну, видно, что он такой, знаете, весёленький. Смотрите, что-то такое повыбрасывали. Что-то, беговая дорожка, что ли, я не могу понять. Лампочка. Меня интересует эта картинка. Кстати, я одну уже так нашла картинку. Не хочется её руками брать. Ну, интересно посмотреть. Интересно, что там за картинка. Ну, такое себе. Авторская работа. Домино Щугарс. Может собрать. Так, это, наверное, для спорта. Видите, здесь можно прыгать, бегать, наверное, ползать. А лампа так интересна. Вот плафоны лень поменять и выбросили. Остатки кровати. Что мне делать с этой картинкой? Она странноватая, конечно. Но зато американский автор, наверное, да? Не знаю. Она чистенькая, в принципе. Новая, я бы сказала. Ну, такая фантазия. Так, ну что, посмотрите, я повесила эту прекрасную картину. И как она заиграла на моей почти жёлтой стене. Видно, нет? Потому что я залюбовалась, а камеру не настроила. Посмотрите, я сейчас буду отходить. Вот это вот две американские картины, которые я нашла реально на помойке. Вот начнём с последней. Мне кажется, она даже имеет какую-то философию свою. Посмотрите. Такой вихрь белый, да? Завораживающий. По небу летит. Что-то сладкое, очевидно, и приятное. И в то же время по небу, а это уже такие чёрные вкрапления. Но всё равно горит. Очевидно, это луна. Может быть, солнце. Может быть, маленькие вот эти золотые звёзды. Правда? Надежды. И чёрные дома, очевидно, спящие. Но всё равно в окнах горит свет в каждом окошке. Представляете? Посмотрите, какая красота. Как можно было это выбросить? То есть жизнь как домино. Чёрное, белое. Горькое и сладкое. Получается так. Я влюбилась в неё. Да, картины, конечно, без рамочек, не оформлены. Ой, Буси мне не даёт ничего делать. И вот эта вот картина тоже, я её нашла на мусорке. Мне показалось, что она такая немного траурная. Но если просмотреться, это не так. Вот лежат фрукты. Это яблоко. Это, может быть, персик. Полумрак. Это виноград. Кувшин. Женщина небрежно бросила, очевидно, свой платок. Заварила себе чай. И открыла бутылку вина. Лампа. Это, я не знаю, что. Честно говоря. Но всё равно она в таких, знаете, в голубых тонах. И здесь, в голубых тонах. Я думаю, что она отлично будет гармонировать. И вот эта вот картина тоже как бы отражает эту картину. Это более мрачная, темноватая. А вот эта вот яркая. Так что, буса не даёт мне снимать. Я тут по дивану скачу. Прям под ногами. Уже и тапок стащил. Так что я довольна. А вот это вот мне подарила петушка. На день петуха. Ой, год петуха был. Моя начальница. Она тоже художница. Американка. Ну, она русскоязычная. Но давно живёт в США. А вот эту картину. Тюльпаны мои любимые. Я нашла у мужа в кладовке. Пришлось немножко реабилитировать. Это акварель. Я уже их показывала как-то в видео. Но хочется ещё похвастать. Добавила сюда такую прозрачную бумагу, знаете. Хотела красить эту рамку. Но потом уже думаю, нет, не буду трогать. Это акварель. Это, видимо, оставили прежние хозяева, которые жили здесь в доме. Не думаю, чтобы это покупал мой муж или его бывшая жена. Ну, а вот эти вот паруса, это я ему уже подарила. Это уже купленная картина. Да, это тоже масло, кстати говоря. Это масло. То есть это не копия, да. Это авторская работа, я так понимаю. Это масло, полотно и масло. Вот этот океан с парусами. Ну, а это мы. Кстати, выгулила я сумочку. Нужно дом всё-таки вымыть. Что мне её жалко выгуливать, эту сумочку. Она такая бархатная вся в середине. Очень хорошие качества вообще. Я ж её затаскаю. Напишите, что думаете. Это как-то попроще, знаете, тряпочная. Её можно и в стирку бросить. А эту можно всё-таки испортить. Ну, что, вот такое было у меня сегодня видео. Иду кормить бусика. Знаете, сегодня почитала, также послушала одну благериню. Американскую. Она давно живёт в США. У неё большой канал. И она очень расстроена, потому что заработки на YouTube пали. Мне, конечно, до количества её подписчиков ещё ого-го. И неизвестно, это получится или нет. Она говорит, что YouTube поменял какие-то алгоритмы. И сейчас делается акцент на шортсы. Ну, то есть короткие видео до трёх минут. На подобии таких видео, которые публикуются в TikTok. Якобы YouTube таким образом хочет не отставать от своих конкурентов. От Instagram, от TikTok. Вот. Но длинные, короткие видео между собой как-то на канале данного автора не связаны. И за счёт коротких видео можно только получить какое-то количество подписчиков. за почти 3 миллиона просмотров одного из коротких видео эта блогерша заработала на YouTube всего лишь 13 долларов. Вы представляете? Так что не густо, не густо с заработками. Я, конечно, разочарована. Но это нужно любить, наверное, этим заниматься. Не будем терять надежды. Спасибо за ваши добрые слова. Спасибо за лайки, за подписку. Пусть у вас всё будет хорошо и даже замечательно. Да, ещё насчёт картин хочу добавить. Может быть, кто-то подумает, что это плохая энергетика, как бы это всё чужое. Но мне кажется, человек вложил свой труд, время. Он о чём-то думал, когда это писал, правда? Ну, не думаю, чтобы вот в произведениях, скажем так, искусство была бы какая-то плохая энергетика. Но всё равно это живопись. Это как вид искусства, правда? То есть человек сюда вкладывает какие-то определённые свои эмоции, мысли. Жду ваше мнение также. Ну, вот реально, если думать, что всё плохая энергетика, здесь бы не висела эта картина, а здесь бы не висела эта картина, потому что всё равно это чужие руки делали, тем более, что выставили на продажу. А эту картину тоже выбрасывали. Но я эти тюльпаны очень люблю. Ландыши тюльпаны. А так, благодаря мне, они сохраняются. По-моему, это неплохо. Так потеплело. Люди повыходили на улицу, на балконы, подкрывали окна. Там две собачки, и они слушают Адель. Я так подумала, это мои люди. Надо бы познакомиться поближе. Я Адель тоже люблю, певицу. Всем хорошего весеннего настроения. У нас уже вечер, жара спала. Жизнь замечательна и прекрасна. Девочки, мальчики, сижу, видео монтирую, на заднем дворике. Муж позвонил. Я ему сообщила, что нашла очередную картину на помойке. Он спрашивает, а ты ее продезинфицировала? То есть, каким образом я должна была ее хлоркой отдать, что ли? Потом решила его обрадовать. Сказала, что мясо ему приготовила. Напомнила, что он, ну, когда мы там ссорились, он мне сказал, что будет сам готовить. Муж пообещал, что будет молчать. И ничего на этот счет мне не говорить. Вот. И по поводу картины, я говорю, о, это уже вторая картина, которую я нашла на помойке. А он мне спросила, где первая. То есть, все это, знаете, он получает как должное. Вот одна картина, вот другая картина. В общем, сейчас приедет, посмотрим на его реакцию. Я вообще довольна. День хороший. Надеюсь, у вас все хорошо. Хорошего вам настроения. Живите с любовью, с радостью. Подписывайтесь на наш семейный канал. Ставьте лайки. Увидимся. Всем пока. Мамечка, папе дома. Я рада. Я тоже рада, что я дома. Ты картину видел? Нет, я еще не смотрел. Я только вошел, руки пойду помыть. Сейчас пойду, помою руки, потом пойду смотреть твою картину. Зато мяско унюхал, я по запаху ехал. Я же прямо с машин, кто наехал по запаху. Ну да, я так и знала. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok